А перед этим, сегодня перед обедом, будет сессия, специально посвященная всяким таким вопросам более-менее традиционной энциклопедической тематики. Первое, это должен быть доклад Виктора Штирельматова по поводу восприятия истории в разных культурах. И, как мы знаем, на самом деле это все переходит и в египетию, потому что все эти армяно-азербайджанские конфликты, красно-белые и так далее, это все оттуда. А все из-за восприятия истории разными социальными группами, социальными. И будут два доплата по поводу использования, возможного использования в египетии как материалов в электронной коллекции библиотек, так и архивных документов, но просто, чтобы мы имели некое представление о том, что вообще с этим можно делать, как это можно использовать, или как нельзя использовать. И проблемам эволюции в египетии также будет по-много посвящен этот доклад Януша, который мы тоже послали в дерево Амин. А теперь я бы хотел обратить ваше внимание вот так. Этот график все прекрасно знают, в том или ином виде. Это может быть график активных участников, график новых статей там, график количества правок и так далее. Факт в том, что начало 2007 года работа на египетии в английском районе достигла максимума, после этого активность снижается. Вот здесь старый график участников, которые за текущий месяц нам совершили больше 100 прав. Совершенно четко видно, что вот был пик и дальше снижение активности. А данный конкретный пик может быть связан с самыми разными, ну, могу его объяснять очень разными причинами. Я, например, склонен объяснять тем, что именно в тот момент было в английской википедии сильное упросточение претериев значимости, и вымышленные миры были фактически вынесены на обучу в отдельные проекты. Вот. Но, как бы это ни было, речь сейчас не об этом, а речь о том, что вот, начиная с некоторого момента, а английская википедия перестала расти так интенсивно, как раньше, и явно наметилась фаза такая стабилизации, если не стабилизация. В русском разделе это произошло несколько позже, это где-то в 2011 год максимум, и сейчас мы тоже выходим на кривую, на стабильную часть кривой, то есть мы тоже, в общем-то, пришли к стабильному, как достаточному состоянию википедии. Я бы это сформулировал вот таким вот словом, что википедия сейчас сформировалась. Википедия заняла свою нишу в обществе, и это уже такой полноценный проект, от которого известно, что ожидать. Но, поскольку, как мы говорили, википедия еще далека от энциклопедического идеала, там еще есть масса проблем. Я бы лично ожидал каких-то революционных изменений при этом. И вот переходя к текущим противоречиям, на мой взгляд, вот это одно из основных противоречий в текущей ситуации в русском разделе. Что есть в википедии? Либо это готовый продукт, либо развивающийся проект. А пока википедия была маленькой, была развивающимся проектом, все было как-то проще. А сейчас вот весь этот конфликт доктрин удализма и инклюзионизма, то, как это называется на нашем веке жаргоне, это фактически конфликт вот этих двух подходов. Либо мы считаем, что википедия это готовый продукт, который надо, ну, чуть-чуть совершенствовать, и думать, как его совершенствовать. Либо это развивающийся проект, в котором, в общем, все полезно, и давайте мы туда накидаем чуть-чуть что-нибудь. Вот. Потом будем думать, как это использовать. А я как бы сейчас не вижу никаких универсальных методов решения этого противоречия. Можно попытаться как-то это обсудить, но... А обсуждать это можно, в частности, в дискуссии к вот этому докладу Руслана Агаева. Название такое очень завлекательное, но смысл именно тот, что я высказал. То есть мы сейчас находимся на этапе перехода вот развивающегося проекта. Какой мы уже? Ну, начало конца, может быть. И второе, что в связи с этим, в связи с тем, что я говорил вам много, а при том, что Википезда заняла свою нишу, ей не хватает в этой экологической нише других проектов. Экосистема из других проектов. А потому что многие темы, многие форматы сохраняются, или там, продолжают развиваться в Википедии не потому, что они нужны энциклопедии, а просто потому, что их некуда больше отдеть. А, скажем, даже какие-то словарные статьи или там словарные описания в энциклопедии, да? Почему? Зачастую вы можете слышать, что, ну как, это очень полезное описание, действительно очень полезное все. Конечно, это все следовало бы перенести в Викисловарь. Но в Викисловарь, в Викисловарь этого никто ничего не найдет, да? Это даже просто проблема интеграции с существующими, хорошо известными нам проектами фонда. А есть еще проекты, совершенно независимые подмёрзкие, да? Которые тоже что-то куда-то можно переносить. А многих проектов, может быть, вообще нет. И вот Википедия, вот она развелась, а вокруг нее ничего нет. Вот такое ощущение. И вот, в частности, во многом тоже отчасти с этим связано, отчасти там другие противоречия. Значит, Антон очень хорошо умеет выявлять и администрировать разные противоречия. И завтра, в 12 часов после кофе-прейка в своем докладе, он расскажет о многих вещах, связанных с понятием оригинальности. Оригинальные исследования и все такое. Так вот, то, о чем я уже начинал говорить, с моей точки зрения Википедии, так или иначе, необходимы какие-то революционные изменения. Каких революционных изменений я ожидаю? Первое, о чем я уже сказал, на мой взгляд, должна быть создана такая-то очень хорошо интегрированная система вратских проектов. То есть, общий поиск, какая-то общая навигация, вот там с проектами типа Вики-словаря, Вики-учебника, то есть, чтобы всем было понятно, что вы можете, как в свое время Павел хороший пример принял, вы можете о кошке прочитать не только энциклопедическую статью в Википедии, да, но и статью о слове кошка в Вики-словаре, и книгу о разведении кошек в Вики-учебнике, и что-нибудь еще. А, в принципе, мы понимаем, что у нас это все, такие возможности есть, но проблема в том, что это мы понимаем. Большая часть читателей знает только Википедию, и ничего больше. И это, на самом деле, касается даже каких-то проектов, возможно, других организаций, с которыми тоже надо как-то, ну, других Вики-проектов не входят, с которыми, мне кажется, тоже надо как-то сотрудничать и что-то придумывать. Ну, вот, есть такая платформа, как Вики, но, ну, я скептически отношусь к развитию этой платформы, может быть, надо что-то другое. В частности, должны быть, на мой взгляд, какие-то братские проекты по вымышленным номерам, потому что Википедии, они сейчас выживаются довольно плохо, служат источниками, постоянными источниками конфликтов относительно значимости, относительно формата и так далее. И вот, сегодня, в заключительной сессии, будет круглый стол по этой проблеме, это 17.25, ведущий идеальный проект. И еще один момент, который, как бы, сейчас уже можно предположить, он совершенно четко просматривается, это тесная интеграция с Викиданами. Вот, ну, помимо того, что, видимо, это попросить систему интервью и все такое, это, на мой взгляд, мелочи, да, я вам не знаю, не прав, просто напрашивается, благодаря Викиданам, например, введение связанного пространства имен карточка. Да, вот, как бы, в первой веке революции было создано пространство имен обсуждения для каждой статьи, вот, может быть, для каждой статьи будет, можно будет создать такую карточку, да. Кстати говоря, в некоторых Википедиях, или, точнее, в некоторых проектах есть, помимо пространства обсуждения, еще пространство комментариев, по теме, ну, непосредственно, по теме статей и поражениям. Вот, ну, и я напоминаю, что проблемам Викидана и вообще взаимодействия Википедии с базами данных будет посвящен доклад Владимира Медведева и последующий за ним круглый стол Ивана Христинина после обеда восприятия. Вот, таким образом, с моей точки зрения, это абсолютно субъективно, я ожидаю революции в двух направлениях, прежде всего направления интеграции и направления навигации. В том числе, в направлении навигации есть такой путь, как портализация Википедии, больше внимания уделить порталам, сделать их более качественные и так далее, об этом расскажет сразу после моего наклада Дмитрий Рашидов. Я же хотел напоследок все-таки четко сформулировать ту основную мысль, которую я пытался донести, что, хотя Википедия, в общем, на данный момент уже сформировалась, на это же зрение не стоит воспринимать ее как какое-то застывшее раз и навсегда образование. А нужно быть готовым к радикальным изменениям, причем в разных направлениях, разного рода радикальным изменениям и, в общем, предлагать это. Вот такой у нас сейчас конфликт между застывшей Википедией и необходимой Википедией. Ну, большое спасибо за внимание.